Итак, встречайте! Ребята, попрошу, вот встаньте, пожалуйста, вот селфи на фоне вот такой огромной аудитории, это просто очень дорогого стоит. И вот так вот по-мужки так вот замрите, вот, вот, еще как эти стоите-то, блин, вот так вот, во. Можно, да? Ни хера не видно, во. Блин. А теперь для видео. Орем! Круто. Спасибо, спасибо, спасибо. А то жена не верит, что я тут работаю. Вчера увидел историю в сауне. Выложил в номере, я говорю, все, солнышко, лежу, побритый, после дороги, после душа, сплю. Из дуру взяли, выложили сторисы в 12 ночи, что мы в бане. Расскажу кратенько, кем я был до прихода в этот бизнес. Как сказали, таксист. Но я был таксистом, конечно, не всегда, полгода всего лишь, может быть, чуть больше. До этого вроде бы, так, служил в армии, работал в охране, был сотрудником ГИБДД. Вот он стоит, сидит красавчик. Вот этот мужчина меня поразил, на уровне 12% мы приезжали в Уфу. И он сказал, кто-то ему задал вопрос, а почему вы из ГАИ ушли? Он говорит, как, в ГАИ, в принципе, можно заработать, да? Но, как ты сказал? Не помню, что ли, уже? Ладно, бог с ним. Но недолго придется это зарабатывать. И вот, в свое время я так понял, что в 2006 году я понял, что если я начну зарабатывать в ГИБДД, то меня посадят. Если хорошо начну зарабатывать. Если я не начну зарабатывать, то я потеряю жену и ребенка. Кому нахрен нужен инспектор ГИБДД с 11 тысячами рублями? Это как в этом? Наши раши, да? С нимфом на голове. Нет, я понял, что это не для меня. У меня есть брат, троюродный брат, он, кстати, в этом зале сидит, присоединился к бизнесу буквально полгода назад. Все-таки сказал, Серега, давай ко мне. Он в тот момент развивал торговлю на рынке. Я говорю, а что терять, давай. Продал свою тачку, вложился, 50 тысяч, по-моему, в бизнес свой вложил, в торговлю и поперло. С 2007 года, получается, я индивидуальный предприниматель по 2014 год. Далее. Риэлтор, таксист, написано. Я всю жизнь думал, что я занимаюсь реально мужским бизнесом, что я зарабатываю хорошие деньги. И до 2014 года я так думал реально. Но когда пришлось все закрыть из-за кризисов, потому что кризис, люди какие-то непонятные, все встало. Взял, купил три автомобиля, сдал в аренду в такси, там все стало плохо, все поразбивали. Лав хоть не угнали. Предприниматель остался в долгах, в кредитах 2,5 миллиона. Понимаете, да? Крутой предприниматель заработал кредитов на 2,5 миллиона за 7 лет. Остался без ничего. 65 тысяч в месяц выплачивать. Как жить? Где деньги здесь сейчас? Такси. Ну самый быстрый способ заработать деньги здесь сейчас? Такси. 20-30 тысяч. Не знаю, на что жили. Вот Ренат выступал, Серега. Они пришли от хорошей жизни в Арифлейм. Я вот не такой. Я пришел от хреновой жизни в Арифлейм. Вот реально. Я пришел сюда неосознанно. Я пришел сюда как, знаете, вот последнее пристанище. Последнее пристанище. А вдруг повезет? Хотя, конечно, не верил. Ждал подвоха постоянно. Месяца два мы ждали, когда нам позвонят или напишут. Короче, ребят, все, мы вас ему научили. С вас столько-то, столько-то, столько. Я ждал, когда с меня начнут просить денег. Вот реально. Полторы тысячи начислили, две с половиной начислили. Но я все равно думал, что с меня скоро, ну как в финансовых пирамидах обычно бывает, да? Все равно деньги возьмут. Не взяли, дают. Наоборот, только дают, дают и дают. И каждый месяц все больше, больше, больше. Кем был? Рассказал. Обычно, нормальная жизнь, да? Пьянки по выходным. Гулянки. Вот видите рожа вот этого, да, слева. Я не знаю, что я сейчас снял. Это я в такси как раз работал, кстати. У меня есть фотография хорошая. До и после. А может быть она, кстати, здесь есть? Нет, ее здесь нету. Просто два разных человека. Там я думал о том, где же вы сволочи-то все, почему заказов нет. Ну реально, я сижу целый день в жаре, в старенькой Nexia без кондиционера и жду эти заказы 100-рублевые. Кем стал? Регали уже прочли, кем стал. Буквально за короткий период времени. Жизнь поменялась кардинально. Вот два с половиной года назад. Кто бы мог подумать, что я буду стоять и рассказывать кому-то что-то, да, вот на такую огромную аудиторию. Ребят, А когда мы первый раз спустя год, спустя год выступали на ВДНХ на 5000 человек вдвоем с супругой. Кстати, вот фотография. Посрединке внизу. Там, конечно, такой мандраж был, я человек никак не мог от этого терминала оторвать. Классно. Приобрели классную команду. Вот сегодня тоже Ренат говорил, да? Вот видите, нижний слайд. Вот ради чего мы работаем, ребят. Не для того, чтобы мы начали зарабатывать, а для того, чтобы наши партнеры начали зарабатывать. Недавно поругал своего партнера. Я говорю, какая цель на этот год? Декабрь. Ну, 18% открыть и к декабрю, наверное, 22%. Я говорю, ты дурак что ли? Ты никогда его не откроешь. Почему не откроешь? Как вы думаете? Да потому что у тебя людей не будет зарабатывающих. Целый год, правильно? Уйдут они от тебя. Вейван какой-нибудь или Фаберлик. Более 7000 партнеров. Вот эта цифра, даже уже более 8. Мы недавно делали рассылку. Более 8000 человек за 2,5 года. Ребята, это для тех, кто думает, что он один такой дурак попался на крючок. Потому что друзья же у нас видели, да, все? Говорят, ну, несерьезно это. Это не для тебя. У тебя здесь ничего не получится. 8000 человек уже в команде. Вот от осознания вот этой цифры реально мурашки по телу идут. Ребята, от двоих нарожали 8000. Огонь. Что там у нас? Посетили 8 стран за 2, а, сколько у нас? За год получается, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, Чечня, я не считаю. Сочи, Крым. Кто бы мог подумать, что я буду в Чечне? Вот кто был в Чечне, поднимите руку. Не в командировке. По собственной инициативе съездил туда отдохнуть. Никто? Там круто, кстати, ребят. Самый безопасный город. Грозный. В России. Классно. Раньше что у нас было? Сочи, Турция, Египет. Вот Ренат сегодня тоже говорил про это. Как там? Репетируем смерть? Здесь не дают. Здесь неделю. Неделю просто на таком сплошном драйве. Америка. Наша мечта была. Когда-нибудь в жизни побывать в Америке. Для меня это было что-то такое недосягаемое. Где она? Где-то вон там. На другой стороне планеты. 14 тысяч километров. Спустя полтора года наша мечта осуществилась. Что мы заработали? Я везде рассказываю, что я пришел на автомобиль. Все знают этот знаменитый ролик. Где два мордоворота получают два автомобиля Вольво. В подарок Долженко и Гифнидер. Артем. Думаю, вот с такими рожами, как можно вообще в Арифлейм-то работать? Это когда мне предложение пришло о бизнесе. Я же знаю, что такое Арифлейм. Я был там. Потому что первое мое знакомство, это мое первое пристанище. Компания Арифлейм. После армии. Буквально через две недели я зарегистрировался. Четыре часа я отработал. Четыре. И ушел. И тут какие-то мужики получают два автомобиля. Ну как можно заработать на каталогах на автомобиле? И вот когда Артем сказал, что кто-то приходит на каталоги, а кто-то приходит на бизнес и начинает делать сразу правильные действия. И вот спустя пять лет вот такие подарки компания дарит. Думаю, пять лет. Я семь лет работал на себя. Думал, что у меня все хорошо. Остался с разваленной, с раздолбанной иннексией и с кредитами. Понимаете, я даже на корейский автомобиль не заработал. Думал, пять лет всего лишь поработать и получишь такой автомобиль. Спустя полтора года с момента регистрации мы его получили. Оказывается, можно еще быстрее. Вот для некоторых очень таким решающим фактором является окружение. Что бы мне подумают мои друзья, знакомые, родственники? Вот это 31 декабря 2015 год. За полгода работы мы заработали 142 тысячи рублей. С нуля 142 тысячи. Спустя год 3 миллиона 178 тысяч. Спустя год 4 миллиона 626. Понимаете? Ребят, в общей сложности 8 миллионов за два с половиной года работы. Да, блять, покажите мне этот бизнес. Серьезно, ребят, покажите мне этот бизнес, где можно столько заработать, ни хера не вложив. Что будут думать обо мне окружающие? Пусть они думают, что я о них буду думать. Ребят, реально. Об этих 35-летних обалдуях, которые работают на заводе за 20 тысяч, им, блять, на все хватает. Почему у меня этот бизнес получается легко? Потому что я всю жизнь ко всему подхожу с оптимизмом. Жили в жопе? Ничего страшного. Так должно быть, значит. Улыбаемся и дальше херачим. Побольше оптимизма, ребят. Побольше оптимизма. Людям вот этого не хватает. Людям не хватает нашей живости, что ли, какой-то. Мой бизнес-хак. Все гораздо проще, чем нам кажется. Есть такие ребята, которые готовы годами сидеть учиться, изучать маркетинг-план, изучать, как сопровождать людей, как рекрутировать, как, блять, делать что-нибудь. Делай, начни что-то делать. Все гораздо проще. Все приходит к нам с опытом. Понимаете? Опыт у нас когда нарабатывается? Когда мы что-то делать начинаем? Правильно, ребят? Не надо тут изучать до бесконечности эти уроки на салфетках или там вот эту всю бизнес-литературу. Все придет с практикой. Так, что-то я... А, нет. Что бы у тебя получилось? Первое. Пойми, для чего тебе это надо. Вот если тебя просто тупо пригласили по дружбе, да, меня просто друг пригласил, я по старой дружбе пришел. Иди нахрен обратно. Вот реально. Если ты не понимаешь, для чего это тебе нужно, ты здесь никогда не состоишься. Пойми, что ты можешь здесь приобрести. Кто пришел за амбициями? За славой там. Да ладно, что вы как... Я не знаю, за деньгами пришли, наверное, все. Или за... За деньгами. Что? У меня жена просто такая, да я пришла сюда. Как она у меня говорит? Анюта, ты как у меня говоришь? За... А, за признанием. Будешь, говорю, 12% или 15%? Не будет у тебя здесь признания никакого. Ну, спонсор тебя похвалит. Молодец. Полгода сидишь уже. Принял решение. Стартой. Не нужно тут долго разгоняться, ребята. Не нужно. Да, говорят, у каждого своя скорость. Да? Кто-то пришел, кто-то год. Разгоняется кто-то за месяц. Будешь год разгоняться, вот ты просто, блин, через год с никаким результатом разочаруешься в этом бизнесе и уйдешь. Принял решение. Стартой. Стартой так, чтобы тебя, блядь, не догнали. Краткость. Сестра таланта. Это тоже мой бизнес-хак. Я никогда ни с кем не рассусоливаю о бизнесе. Я никогда никому ничего не рассказываю. Ну, кроме как на презентациях. При встречах там где-то, я не знаю, с друзьями, я никогда ему ничего не рассказываю. Надо приходи или надо, на, посмотри. Два с половиной года назад начинали. Сейчас у меня то же самое. Почему у меня были постоянные регистрации, есть постоянные регистрации, ежедневные и будут? Потому что я делаю много действий. Как можно делать много действий в нашем бизнесе? Вот за день. Как можно, например, 50 человекам рассказать про бизнес? А? Да поменьше вы ему пишите просто. Побольше кидайте видос. Вот я кидаю видос. На, смотри. Тебе надо? На, смотри. Хотя даже я ему сам написал. Но если он сказал ему интересно, на, смотри. Некоторые же начинают такие портянки писать. Полдня с ним переписываются. Кто-то у него все высосал, все мозги, блин, все нервы. У меня нет регистрации. И так год сидит. Я говорю, ну ты побольше людям-то пиши. Два дня переписывайся с ним. Блин, 40 секунд осталось. Кратко, сестра таланта. У меня это проходит. У меня это получается. За ошибки здесь не расстреляют. Классный бизнес. Если в традиционном ты допустил ошибку, тебя расстреливать не будут, тебя жена расстреляет. Правильно? Потому что ты все просрешься, останешься в долгах и в кредитах и без ничего. И очень важно, друзья, очень важно понять, что жизнь, она действительно одна. Мы все это знаем. Мы все знаем, что жизнь одна. Но, блин, мы не представляем вот всю серьезность. То, что она реально одна. Жизнь у нас, блин, вот сколько нам осталось? Сколько тебе, Кукушев, осталось жить? 150. Ребят, до 50, до 60 максимум. Потом нам уже будет вот это все неинтересно. Понимаете? Нужно сейчас хапать это. Сейчас. Вот ловить, блин, вот этим всем пользоваться. Осознайте. Другого шанса реально не будет. Никто вам не подарит вторую жизнь. Какой бы вы богатый не были, я не знаю, какой бы вы хороший не были, там, я не знаю, молитесь вы там целыми днями. Не даст вам Бог второй жизни. Берите, сделайте сейчас. Блин. Ноль. Ну, и мой любимый продукт. Я уже в ролике сказал, что я не моюсь, не бреюсь, не крашусь. Велос остается всегда. Тема огонь. Но вы, я уже на полтора года вперед им обеспечен. Я тут выиграл недавно годовую подписку на него. Сегодня подарили, так понимаю, да? И позавчера я получил свой заказ. Короче, тема классная. Парни, пользуйтесь. 100 баллов вам обеспечены. Ну, а если еще продукт здорового питания, для своей кочерыжки употреблять, это будет все 250. Все, всем спасибо. Всем масштабного роста.